Субтитры сделал DimaTorzok Лучше просто выбери своего любимого супергероя и все Ладно, тогда возьму Бэтмена А почему ты не взял, например, с того же Супермена? Потому что когда я слышу Супермен, я вспоминаю фильмы Зака Снайдера Мне хочется то блевать, то плакать Значит, из всех супергероев тебе больше всего именно Бэтмен нравится? Бэтмен крутой, и игры с ним, кстати, крутые Хотя последний Arkham Knight не обошелся без луча Кристофера Нолна Но все равно офигенная игра Получается, игры про Бэтмена у тебя любимые игры про супергероев? Ну уж точно мне не нравится эта игра, где супергерои лупатят друг друга по морде Но вообще нет, игры про Бэтмена не самые мои любимые игры про супергероев Какие тогда? Infamous Это которые у нас перевели как дурная репутация? Оно Кстати, ты обещал рассказать, что с ним не так Окей Расскажу, что с ним не так Давай только вот выключим это вот дерьмо для первоклассников Начну, как всегда, с первой части Тем более она была самой классной По-моему, то же самое ты говорил про Uncharted У тебя случайно не синдром утенка? Нет, у меня не синдром утенка А может просто разработчики все самые клевые идеи реализовали в первой части А потом просто доили франшизу? Вообще так часто бывает, что с фильмами, что с играми С фильмами, впрочем, чаще Ну-ну Короче Первую часть Infamous выпустила никому неизвестная студия Sucker Punch Кстати, название еще одного фильма Сака Снайдера Вот-вот, даже удивительно, как игру не сгубило само название студии Но тут, видимо, помогла поддержка Sony Игра-то делалась эксклюзивно для PlayStation 3 Но разработчики действительно постарались на славу В первую очередь они с нуля создали весьма интересную вселенную игры И написали отличный сюжет Да, комиксовый, но в отличие от многих Никакого исходного комикса у них не было Слушай, ну насколько я знаю, там история ничем не лучше, чем про укус радиоактивного паука Вот и лучше Главный герой, Коул Макград, работал курьером Когда один из его заказов оказался супер-пупер-бомбой Которая разрушила все вокруг, но только не самого героя Потому что он был проводником Поезда Москва-Адлер Шутки за 300, ага Проводники во вселенной Infamous Это люди, имеющие предрасположенность к разным спецспособностям В отличие от прочих диэлектриков, да Слушай, ты мне сейчас вообще предлагал поиграть в игру, где бессмертный пришелец, способный поднимать неподъемные камни, бьет морду миллионеру в костюме летучей мыши Главное, что в сюжете Infamous есть логика, а его реалистичность точно не может быть предметом спора Так как это, во-первых, игра Во-вторых, комикс А в-третьих, фантастика Причем не научная Ну ладно, ладно, продолжай В общем Из-за взрыва этой бомбы Коул получил сверхспособности Но не все сразу По ходу игры придется развивать различные способности в лучших традициях ролевых игр и батманианы Причем выбор способностей часто зависит от выбора тактики поведения, добрый или злой Ну, то есть в Infamous даже есть нелинейность Не совсем Просто в игре есть понятие репутации и присутствует шкала репутации Когда ты совершаешь хорошие поступки, помогаешь людям города, твоя репутация растет, а когда плохие, падает И на что влияет репутация? Вот как раз на выбор способностей В игре имеет смысл прокачивать либо хорошую репутацию, либо отрицательную И тогда ты получишь возможность разблокировать соответствующие этой репутации способности То есть не получится, как в Elder Scrolls, быть одновременно и вором, и воином Короче, в игре реализовали дуализм отношения окружающих супергероя людей к его сущности, да? Одни типа считают его защитником, другие, что для одного человека чересчур много власти Вот нет, все намного проще и без луча Нолана Когда произошел взрыв бомбы, Коула видели на месте взрыва, в его эпицентре, и видели, что он выжил А кто его там видел, если бомба расхерачила все вокруг? Ну, ок, пусть это будет прокол в сюжете Но не исключено, что его кто-то хотел подставить Кто, зачем, кому вообще помешал обычный курьер, и с кем этот Коул потом вообще воюет? Погоди, если я сейчас все расскажу, то получится спойлер Там сюжет довольно лихо закручен, и я рекомендую, в общем, каждому его пройти хотя бы на ютубе А воюет Коул с плохими проводниками и различными бандами Так если он сам может быть плохим, почему бы ему не присоединиться к плохим? Кажется, у нас тут еще один прокол в сюжете Нет здесь никакого прокола Когда Коул хороший, он воюет за все хорошее против всего плохого Когда он плохой, он просто вытесняет конкурентов Но вернемся к репутации Из-за того, что Коула видели на месте взрыва, многие считают его виновным во всей этой ситуации И в чем-то они, конечно, правы Спойлер! Так вот, если игрок работает над улучшением репутации Коула, люди на улицах начинают ему помогать Если над ухудшением, то мешать Ладно, фиг с ней с репутацией Как это все играется-то? И почему-то эта игра у тебя любимая про супергероев? Потому что Коул, по сути, супергерой, хотя и не носят трусы поверх трико Он обладает суперспособностями И он герой, хоть положительный, хоть отрицательный Так что он определенно супергерой А играется это все очень круто, благодаря удобному управлению и продуманному открытому миру визыслишес Мы можем бегать по домам, крышам И, получив определенные способности, кататься по проводам, планировать в воздухе Прямо Ассасин Крит какой-то Не хватает только вышек Сравнил жопу с пальцем Во всей серии Ассасин Крит ужасное управление, но при этом весь паркур выполняется одной кнопкой Здесь же с управлением все в порядке Но для того, чтобы залезть на крышу дома, карабкаясь по стене, придется, знаешь ли, постараться Ну хорошо, я пока только одного не понял А как Коул борется с врагами? Какое там оружие в игре? Все оружие в игре ограничено сверхспособностями Коула Он может стрелять молниями из рук, кидать электрические бомбы и все такое электрическое Запас электричества пополняется из предметов окружающего мира Автомобилей, столбов, линий электропередач, распределительных щитков и все такое И вот это для тебя идеальная игра про супергероев? Ну, почти идеальная, с одним-единственным недостатком Главный герой слишком похож на гопника Ну, есть немного Зато это делает его действительно обычным и простым парнем с улицы В отличие, кстати, от Нейтана Дрейка Который совсем не такой обычный, как о нем говорят разработчики Uncharted Вот видишь, вообще получается игра без недостатков Круто оригинальный сюжет, круто геймплей, удобное управление Ну и, кстати, на то время неплохая графика И все это похерили в следующих частях, как я понимаю Включая Second Son, вышедшие его на PlayStation 4 Похерили как раз Second Son Вторая часть Infamous, вышедшая еще на PlayStation 3 Была просто, по сути, копированием первой Чуть подтянули графику, перенесли героя в другую локацию Ну и добавили побольше спецспособностей Сюжет был уже поскучнее Но в целом разработчикам можно многое простить За то, что они не заставили Коула Макграта Разучивать все приобретенные в первой части умения заново Что, там нет никакой амнезии, магнитных бурь, катастрофы И прочих калишированных сюжетных ходов для RPG? Представь себе, нет А потому вторая часть, хотя и похуже первой В основном из-за недостатка оригинальности Но в целом все еще очень крутая И как же разработчики все испортили В третьей части, которая Second Son А, ну понятно Был у нас комикс Бам! И у нас уже почти психологический триллер Мрачное будущее, в котором все контролируется Некой правительственной организацией Цель которой — выстребление всех проводников Эта организация не только ищет проводников И отправляет их в специальные лагеря Но и устраивает масштабную пропаганду А посему общество боится проводников Хотя эту организацию тоже недолюбливает Ежедневно людям капают на мозги Что проводники опасны Что они могут творить всякие страшные штуки Например, заковывать людей в камень И насылать все казни египетские Героя нам тоже сменили Теперь мы играем за паренка Дэлсина Роу Который является потомком индейцев И по чистой случайности оказывается проводником Только в самом начале игры Он об этом еще не знает Но именно он оказывается носителем Одной из самых могущественных сверхспособностей Дэлсин может поглощать сверхсилы других проводников Вместе с Дэлсином В передрягу ввязывается его брат Реджи Который работает в полиции И поначалу не одобряет использование суперсил Дэлсином Хотя и не сдает его Эй, кому я вообще рассказываю? А, чего? Да, я все слышал, да Ты спал! Ну и что? Все равно то, что ты рассказываешь Это уже сто раз в различных интерпретациях было Сейчас спальну тебя из луча Кристофера Нолана Сделаю тебя из обычного зануда сверхзануду Ну, нашел чем пугать Ну, а, кстати, с кем мы в этот раз воюем? С той организацией, которая мочит проводников Во главе которой стоит злая тетка По имени Августина Ага, то есть у нас опять мода На антагонистов женского пола Этой моде тысячи лет в обед Вспомни сказку про Снежную Королеву Хорошо, дай-ка угадаю Эта злая тетка, наверное, еще и сама Сверхпроводник Ну, допустим, да А почему ты вдруг так решил? Ну, потому что в тупом кличерном сценарии Должно быть именно так Ну, то есть теперь ты понял, что не так с Infamous Ну, идиотский сюжет не всегда делает идиотской всю игру Смотри хотя бы, ну, на Diablo 3 Сюжет, как для детсадовцев писали, наверное Но игра-то, в принципе, хорошая Дело не только в сюжете, дело вообще в атмосфере Даже несмотря на довольно мрачные тона, Infamous первых двух частях был все-таки комиксом И в ней был комиксовый драйв А в Second Son всего этого не осталось Мы просто на протяжении всей игры совершаем однообразные действия И при этом в любой момент игры можно точно предсказать, что будет дальше А потому к середине игра жутко надоедает Ее хочется допройти на Ютубе Хотя, да, управление при этом по сравнению с оригинальными частями хуже не стало Ну, а графика? Ну, графика как графика, ничего выдающегося То есть, конечно, лучше, чем на PlayStation 3 Но и возможности PlayStation 4, на мой взгляд, не раскрываются Если выбирать игру с самой крутой графикой на PlayStation 4 Я бы все равно выбрал Killzone Shadow Fall В общем, как я понимаю, Infamous очередной пример того Как некогда хорошая игровая серия на PlayStation 3 Испортилась, получив продолжение на PlayStation 4 Именно Видимо, саму консоль так торопились выпустить, что и разработчиков игры подгоняли изо всех сил Так что ждем Uncharted 4 Его разработчики-то явно никуда не торопятся Значит, 2016 год Да Я очень надеюсь, что твоя теория, о которой ты говорил в прошлый раз, окажется неверной Ну, посмотрим Ну, что, в Mario Kart? Давай Субтитры сделал DimaTorzok